Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Итак, первое. Что делать, если по утрам нет сил приступать? Никто не скажет Александра, что вам делать, потому что что делать, знаете только вы. А если не знаете, то, соответственно, можете узнать для себя только вы. К счастью или к сожалению, но только вы можете это знать. Это первое, на что хотел бы обратить ваше внимание. Здесь, мне кажется, вы перекладываете ответственность за себя на нас. Я не думаю, что это может быть сколько-нибудь хорошей идеи. Я не думаю, что это может быть сколько-нибудь позитивной истории для вас, потому что это ваша жизнь. И вам решать, только вам решать, как ее, эту самую жизнь проживать. Поэтому я думаю, что здесь может быть только один ответ. И этот ответ такой, что вы сами найдете ответ на этот вопрос. Другое дело, каким образом, каким способом, но здесь это уже немножко другой разговор. Далее, вы пишете про то, что у вас, условно говоря, нет сил. И, на мой взгляд, в таком случае, ваши силы, они, ну, начали отбраться. И мне кажется, я не думаю, что я особо здесь открою Америку, если скажу, что нужно понять, куда уходят ваши ресурсы. Вот, и соответственно, как только вы для себя этот момент определите, да, сколько вы для себя этот момент сможете выделить, как только вы для себя, ну, как будто, в какой-то степени лучше понять. Вот. Вот. Что это имеет ваши силы, на борьбу с чем вы пратите свои ресурсы. Вот. Ну, ну, конкретно, да, на борьбу с чем вы тратите свои ресурсы. Вот. То, соответственно, вам будет гораздо-гораздо проще и гораздо более понятнее, в какую сторону двигаться дальше. Вот. Сейчас вы пытаетесь с силой воли двигаться вперед. Вот. И, честно говоря, мне не кажется это хорошей идеей, вот, потому что я не знаю ни одного случая, когда человек против своей воли, пытаешься что-то делать, да, вот, или, ну, через использование силы воли, вот, мог бы чего-то добиться такого вот серьезного. Но я таких в случае не знаю ни одного. Вот. Поэтому мне кажется, что двигаетесь вы немножечко не в том направлении. Мне кажется, что вы пытаетесь все, ну, в данном случае, здесь по привычному, привычному шаблону. Но эта позиция, она, она ведет, она ведет никуда эта позиция, на самом деле. Вот. Значит, значит, постарайтесь, вот, ваша задача заключается в том, чтобы увидеть, увидеть то, на что они расходятся, ваши ресурсы, я имею в виду, вот, потому что, ну, если они куда-то расходятся, то, соответственно, вам нужно отдавать себе отсчет, куда они эти ресурсы ваши тратят. Вот. Дальше. Значит, нужно работать с чувствами, чтобы, ну, стараться стремиться замечать то, что там происходит. Сейчас, на мой взгляд, вы этого не делаете, да, то есть, точнее, на мой взгляд, вы, на мой взгляд, не уделяете вы о себе о себе. Внимание, да... Вполне. ...вполной мере на мой взгляд, вы, ээээ э... гонк.... гонкрерируете свои... гонкрарирует те.. гонкрарирует те.. Гонкрарирует те.. На мой взгляд, вы игнорирует те то, что там происходит. Ну, может быть, вы даже не замечаете этого, что происходит к вам. Ну, так или иначе, задолжение психолога заключается в том, чтобы вам, в этом смысле, помочь, то есть задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам, ну, себя поисследовать. Задача психолога, ну, психотерапевта заключается именно в том, чтобы помочь вам себя изучить, вот, и чтобы помочь себя, ну, лучше понять, да, вот, в определенной степени, чтобы вы лучше себя понимали. Сейчас, как вы, я надеюсь, видите, да, вы сейчас себе не разбираетесь, вот, и сейчас вы себя, ну, не знаете практически, не знаете, не понимаете, что общество происходит, почему, как это, и так далее, и так далее. Это то, с чем вам нужно работать, как мне кажется. Интерес к жизни вашей, ваши собственные интересы, это то, на что, на что нужно обратить вам свое внимание. в следующую очередь, в следующую и последнюю очередь, вот. Что вам интересно в жизни, какие у вас увлечения, интересы, и так далее. Вариант такой, чтобы поисследовать, да, поисследовать свои, ну, какие-то цели, да, свои интересы, вот, свои, какие-то вдохновляющие моменты, вот, и я, ну, вот, лично, лично я вижу, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ примерно обратив внимание на данные аспекты, обратив внимание на данные моменты, вы сможете свои проблемы решить. Вот, ну понятно, что там не сразу, да, понятно, что есть какие-то временные промежутки, есть какие-то временные требования, вот, но тем не менее, если вы хотите разбираться, если вы хотите себя исследовать, то обращайтесь, думаю, что я и мои коллеги с радостью вам окажем помощь, всю необходимую помощь, которая вам нужна, нужна, вот, и, как бы, вот, то я смотрел, вы там описывали ситуацию с родителями не очень хорошие, вот, вопрос, и по нескольку раз выдают, этого сделать не нужно, вот, это правило не запрещено, вот, поэтому решайтесь, вот, решайтесь и, значит, если как решитесь, ну, я думаю, что, как только вы решитесь, сразу же ваши дела имеют, ну, имеют все шансы пойти в гору, вот, ну, то есть, я имею ввиду, ваши дела, ваше состояние, смотрите, все это может идти, может пойти в гору, вот, и кроме того, исследовать себя очень интересно, вот, увлекательно, и вы научитесь выстраивать хорошие, доверительные, теплые отношения с людьми. Ну, вот, начинай, 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 начинай с терапевта, с которым, с которым мы будем заработать. Вот, 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 такой ответ я могу вам дать, с своей точки зрения, с точки зрения, с своего подхода, вот, с точки зрения, того подхода, который, ну, который я, вот, продвигаю, скажем так. Ну, на этом все, я надеюсь, что вам это было полезным, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что мой ответ даст вам возможность, сформулировать обратную связь, вот, которая и, по сути, с началом психотерапии, вот. Всего вам самого доброго и удачи!